Всем большой привет! Посмотрите на это маленькое чудо. Зефирка каждое утро начинает день со мной вот так. Я варю детям кашу, и она вот сюда забирается и смотрит. Сонные глазки только проснулась. В общем, маленький хвостик. Я встаю, и она сразу за мной. Как дела, Зефирён, у тебя? Заспанная такая. Ты тоже кушать хочешь, да, Зефирён? Я варю детям вот такую кашу манную. Я им накупила в русском магазине манную, кукурузную. Самое любимое у них манная, потом кукурузная, потом овсяная. Будешь кушать? Зефирён. У Зефирки самый-самый любимый корм. Это вот такой fine food. Это премиум качество, корм очень хороший. Тут нереальный состав, тут на 90% мяса. Вот реально даже по запаху пахнет, как тушёнка. Разные вкусы набрала. Например, здесь лосось и птица. Также, сейчас вам покажу. Также тут у меня гефлюгель, просто птица. И третий вариант – это телятина и говядина. Тут составы просто нереальные. Например, вот смотрите, вот этого корма. Тут 69% птиц, он просит, просит кушать. 69% мяса, 26,5% бульона мясного. Дальше здесь добавлено пудра из скорлупы яичной. Также немножко, например, но я не всё тут переведу. 1% минерального какого-то состава. Масло, тут разные масла есть. Где-то добавлена ромашка, например. Ну, совсем немножко, там 1%, но всё равно очень хороший состав. То есть где-то на 90% только мясо, вы представляете? Я просто смотрела дешёвые, подобные консервы. Там где-то 30% мяса. Поэтому, да, стала разбираться, стала изучать составы. Вот это самое лучшее. Я, правда, ещё купила в железных банках другую фирму. Вам покажу, мы просто хотим сначала это съесть. То есть она будет по очереди. Сначала, например, одну серию ест, потом другую. В общем, маленький гурман у нас. Видите, сегодня у нас лосось и птица. Давай я вперёд тебе дам. Сухой корм она ест очень плохо. Так, сейчас тебе дам. Садись. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Всё. Ты моя малыш. Проснулся, Алина, буди, Маркуш. Ты моя маленькая. Приятного тебе аппетита. Вот видите, она обожает. Она прям мурлычет, когда ест именно консерву. Ну, сухой корм она в перерывах, периодически в течение дня ест. Но совсем мало. Больше всего ей нравятся именно консервы. Они даже выглядят внутри, как вот тушёнка обычная человеческая. В общем, очень хорошая вот эта фирма. Сегодня 1 декабря у нас. Ну, открывай, открывай первый. Где? Где первое окошко? Наконец-то. Марк дождаться уже не мог. Ты поздороваешься с моими зрителями? Мы не до чего. Привет. И меня выкусает. Ой, прикольный. И второй открывай. Где тут огнёрочка? Прикольный зайчик. Интересно, как ты думаешь, что там? Большое окошко, наверное, чупа-чупс. Дай помогу. Подожди, подожди, ты сейчас порвёшь. О, нет. Конфетка. Такая маленькая конфета. Ну, зато у тебя две. Чтобы много слишком сладостей не ел. Много вредно. Ну, как ты рад? Всё, убирай. Что там? И мармеладки. Только знаешь, что мне сказали зрители, что с лазером нужно аккуратно, потому что это вредно для кошек часто. Представляешь? По чуть-чуть совсем играть. У нас, в принципе, много игрушек у кошки обычных, но вот иногда будет с лазером играть. Эй, аккуратно, не потеряй все. Где? Три штучки, да? Не знаю, правильно я вставляю, нет. Сейчас зефирка будет в шоке. Ну-ка. Бандит, бандит! Пытается достать? Каша почти готова. Пока мы с вами открывали календарь, она почти сварилась. Ну что, нравится ей? Ну, класс! Вот у зефирки хотя бы один подарочек будет. Алин, в первом дне видишь подарок для зефирки, а не для тебя. С утра ей пробежка, зарядка. Кашу я детям делаю обязательно с каким-то фруктом. Я вам говорила, что фрукты они плохо едят. Но вот с кашей отлично с утра. Так что хотя бы в кашу им добавляем. Вообще, манная каша идеальна с изюмом. Но у меня Алина изюм не любит, поэтому делаю со свежими фруктами. Иногда марку изюм добавляю в конце. И вишенка на торте. Это сгущенка. Совсем чуть вот так сверху добавляю. Им нравятся каши со сгущенкой. Марк, пожалуйста, так не делай. Нет, мультик включай с утра. И немножко посыпки для украшения. Они у меня все время просят. Мама, укрась кашу. Так что вот такие каши у детей с утра. Манная, кукурузная, гречневая. Я видела твой шухер на голове. Садитесь завтракать. Я хочу, знаете, что еще? Какую кашу детям приготовить? Алина говорит, мама, я в садике, помню, ела кашу вкусную вермишелевую молочную. Мне надо купить вермишель. И буду делать детям вермишелевую украшку. А вот это моя. Ну что, ты рад, что сегодня, Марк, первое декабря? Да. Наконец-то. Ну, вихры, а, на голове. У меня голос такой с утра. Зефирке очень нравится, потому что новое что-то. Она, как и любой ребенок, вот если новая игрушка, она с радостью. Потом уже будет ей, наверное, неинтересно. У меня, ну, классная штука. Ладно, не будем, не будем, не переживайте. Часто не будем, по чуть-чуть. Вы посмотрите, что она творит. Вот в первый раз она забралась так высоко. Зефирка, я буду опять ругаться. Смотри, где она находится. Зефирка! Ну, все, я не знаю, что с ней делать. Я думаю, может, не сгонять ее. Может быть, она наиграется так за пару дней. Наоборот, она подумает. Подумает, что можно и будет больше? Да. Смотрите, елка у нас вся ходуном ходит. Вот посмотрите на нее. Зефирка! Ну, что это такое? Зефирен! Елочная игрушка. Найдите зефирку. Мама, может, лазером попробовать? Зефир! Зефир! Ну, вот я не знаю, может, все-таки ей надоест. Как вы считаете? Смотрите, берет и ест ветку. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Буду ругаться. Мне сказали, по носику вот так делать. А-а-а-а! Нельзя! Нельзя! Ну, она не понимает. Вот скажите, кошки понимают, а? Иди сюда. Вылезай, как забестыжие. Ай! Ну, она там прям зацепилась за ветки. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс! Ну, смотрите, я боюсь ее доставать. Она мне уже хватает. Она там зацепилась лапами. Смотрите на нее. А-а-а-а! А-а-а-а! Где лазер? Ну, вот как мне ее вытащить оттуда? Она лапами цепляется. А-а-а-а! Где лазер? Я не знаю, что мне с ней делать. Я ее сейчас закрою. Где лазер просто? Вот видите, смотрите, что творит. Где лазер? Мама, где лазер? Может, она за ним побежит? Ну, и какой? Она обнаглела. Она ни разу так не забиралась за вот эти три дня. Никогда она так высоко не забиралась. Вы представляете, обнаглел ребенок. Этот ребенок обнаглел. Вот как мне ее оттуда вытащить? Как? Девчонки, пишите советы, пожалуйста. Мне написали купить спрей апельсиновый. Я ее пыталась с мандариновыми корками отпугнуть как-то. Она не убегает. Ей этот запах без разницы. Спускается вроде бы. Вот да. Что касается штор. Мы сняли все шторы. Я сняла, точнее. Потому что она начала взбираться по ним наверх. И у нас несколько зацепок на моих любимых шторах. Я думаю, что она все-таки их испортила. Что даже если я их повешу, эти зацепки будут видны. И надо будет шторы менять. Поэтому пока что у нас вот такой вот вариант. Конечно, без штор квартира смотрится очень грустно. Обожаю шторы. Они столько уюта создают. Где она там? А, вот она опять. Смотрите, куда забрала. Я сказала, мы торопимся. Посмотрите, как две черепахи тащатся. Детки, если торопимся, как надо идти? Как нужно идти? Ноль век. Вон Марк, смотри, какой молодец. Все, ускорились, бежим. Все, пока. Пока. Успели мы. 303 минуты, 40 минут звонок в 7.40. Так что у них 7 минут будет на то, чтобы привезти рабочее место в порядок, переодеться. Я отвела детей. Возвращаюсь домой через частную зону. Смотрите, какая у нас красота. Я вам в прошлом видео показывала, как у нас еще больше снега выпало после того моего отснятого фрагмента. На днях такой снегопад был. Я сегодня хочу детей пораньше забрать и пойдем кататься на санках. Пока снег не растаял, но вроде бы на протяжении недели будет 0-2. Так что снег неделю точно у нас будет, что удивительно. Кстати, в прошлом году тоже в начале декабря был снег. Потом все растаяло и вообще не выпадало больше. Вот я всегда говорю, хотя бы на Новый год, чтобы снег был, сразу настроение другое. Да, уже с января он не так важен. Тут кто-то, кстати, написал под прошлым видео. Ань, а вы точно в Берлине? Вы в какой-то идете, как будто дачный поселок в России. Так я вам говорила, у нас здесь, прям недалеко от нас, прям перед нашим домом, частная зона. Это огороды. То есть здесь люди не живут, но они приезжают сюда в теплое время года обычно на выходные. Вот такие маленькие домики, участочки. И Берлин, он совершенно разный. Здесь есть, конечно, прекрасный центр исторический, но вот буквально 35-40 минут от центра. И вот такие есть райончики, где где-то огородики, где-то частные дома. Вот там дальше, слева, там частные дома. То есть там люди живут. Я не знаю, может быть, есть у них отопления, нет, но тут никто не живет вот в этой зоне. Вот. Так что Берлин, он невероятно разный. Я сама удивляюсь. У нас в Москве как можно, да, дорогую землю тратить на вот такие вот домики. То есть здесь можно было бы построить целый комплекс какой-то, да, многоэтажку и так далее. Но они этого не делают. То есть я так понимаю, чтобы у людей в пределах города были какие-то вот такие вот радости, удовольствия приходить, наслаждаться природой. Вот в Москве такого нет, конечно. Любую площадь, которая пустует, застраивают многоэтажками. Тут все по-другому. Смотрите, какая красота. Слеты в снегу. Я когда прихожу с утра домой, как отведу детей, у нас с зефиркой тут нежности по утрам. Слышите, как мурчит? Ты подумала над своим поведением? Как ты считаешь, ты себя хорошо вела? Скажите, кошечки, они понимают, а? Или все-таки ничего они не понимают? Вот я уверена, что опять залезет. Зефирка, я буду ругаться. Не залезай, пожалуйста, на елочку, ладно, котен? Думай, так, ну когда ты там уйдешь? Зефир, постарайся себя хорошо вести, ладно? Она у меня полчаса сейчас... Точнее, она у меня сейчас час сидела в туалете, пока меня дома не было, пока я детей отводила. Полчаса туда, полчаса обратно. Вот у меня час занимает время отвезти детей. Я еще в продуктовый забегала. Зефир, как ты считаешь, ты хорошая девочка? Ну иди, иди. Вот видите, под елкой валяется птичка. Вот это валяется все. Если я еще раз такое увижу, я буду ругаться. Ты меня поняла? Вот воспитывать надо. Я вчера пришла, обняла ее, и мы полчаса с ней лежали в обнимку, она даже не вырывалась. Очень часто вырывается, она не любит, я вам говорила. Вообще говорят, что эта порода кошек, она не очень... Ай, царапает! Это порода кошек, она не очень нежная. Она приходит только тогда, когда ей это нужно. Мурлычет. Забегала в продуктовый. Как вам это количество мандарин? А я купила громадную такую упаковку, картонную, там 2,5 килограмма. Ну, я ее в магазине оставила, просто пересыпала все. Купила все, что мне необходимо. Буду курочку сегодня жарить. Это бедра филе. Я стала его брать, оно, конечно, вкуснее. Также взяла несколько пачек вот такой смеси овощной. Ну, в общем, там молоко, мясо, бананы, ничего особенного. Мандарины всю неделю беру, я уже в третий раз, получается. То есть мы 5 килограмм мандарин слопали за 4 дня. Вот, дети едят отлично. У меня очень вкусный. Приготовила себе завтрак. Посмотрите на этого ребенка. Тут как тут. Она, кстати, любит крабовые палочки. Я ей один раз немножко дала. Также, я думаю, она бы не отказалась от даже яйца, от кусочка мяса. О, со стола слезла! Слезла со стола! Смотрите на нее. Это мое. Вот если я вот так оставлю завтрак, она будет на него покушаться. Смотрите. А-та-та! А-та-та! Может, дать ей кусочек маленький, крабовые палочки? Иди! Кс-кс-кс-кс-кс! Иди сюда! На! Мне многие написали, что кормят кошку с общего стола. Я считаю, что это не очень полезно. Потому что тут, например, вот у меня специи, да? Если я какие-то блюда готовлю, там тоже специи у меня добавлены. И там жареное, например. Это все вредно для кошки. Им вареное нужно. Если уж кормить кошку человеческой едой, то варить нужно. Вот поэтому, ну так, иногда балуюсь. Маленький кусочек какой-то ей могу дать. Но полноценно кормить я ее, конечно, не буду с общего стола. Ты голодный ребенок. Вот все время она есть просит. Все время. Так, это надо помыть. У нее все время вот этот сухой корм есть. То есть, если она хочет есть, подходи, кушай. Но она мало его ест. Что ты смотришь голодными глазами, а? Говорят, котята, они кушают очень много. Потом постепенно аппетит в них снижается. Потому что они много энергии расходуют. Что? Что ты голодный? Хочу сказать, все время человек. Голодный котяра. Малышка наша, любимая. Сейчас упадешь, зефирен. Я вот смотрю, с ней играться срочно нужно. А где мячик, который тебе папа купил? Папа Саша купил ей мячик, который сам ездит на батарейках. И она носится за ней. Приятного мне аппетита, зефир? Ты хочешь мне приятного аппетита пожелать? Я вот вижу ее дикие глаза сейчас. У нее самый период буйства. Она опять пыталась сейчас на елку взобраться. Я ее выгнала. Но это ненадолго. Сейчас на 5 минут поносит. И опять на елку будет пытаться. В общем, я не знаю. Она не понимает. Девчонки, напишите, как воспитывать кошек. Что делать? Такая хорошенькая. Я не могу. Как же я ее люблю. Теперь он. Зефирка. Зефирку пойдем открывать мой подарок. Где-то мой подарок. Что-нибудь. Какой-то мусор здесь повсюду. Один. Как сразу ее выдал. Оп. И щепка. Нос. Конфетки. Буэль. Ну что? Понравился? Нормально. Таких у тебя не было, мне кажется. Это новая какая-то серия вышла. Все вкусняшки. Саша их ест, как семечки. За один раз он лопает все. Дашь мне одну штучку? Нет. Вот видите? Там некоторые вкусняшки у тебя будут в адвенте, которые я тоже хочу попробовать. Может, поделишься со мной? Пи, пробуй. Постарайся вести себя хорошо. Ладно, зефир. Ты поиграл с ней, Сань, с этим? Вот этой указкой. Зефирка, мама только тебя похвалила. Не залезай, ладно, на дерево, зефирен? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Видите, вот у нас снег. Снег обваливается с елки. Потому что она забирается туда. Привела себя в порядок. Немножко прибралась. Сейчас быстро выпью чаю. И побегу за детьми. Хотела с вами немножко поговорить. Я, кстати, уговорила Сашу поделиться со мной вот этими конфетками, которые ему сегодня попались в адвент-календаре. Я, честно говоря, не очень люблю вообще сладости от киндера. Они для меня очень приторные. Но хотя бы половинку я съем, потому что у меня все сладости закончились. Кстати, кто-то спрашивал по поводу моего похудения. Я вам уже не раз говорила, что я всегда осенью-зимой расслабляюсь. До января я себе даю еще время порасслабляться, покушать вкусняшек. Сейчас Новый год грядет. Я хочу оливье. Я очень скучаю по оливье. Я раз в год готовлю оливье, кстати. Вообще майонезные салаты только раз в год. Так что я думаю, а смысл вообще худеть к Новому году? Все равно там у нас праздники новогодние. Я буду отрываться, буду пробовать все возможные вкусняшки. Штолин, кстати, давно не покупала. Надо купить штолин. Пряники всякие новогодние. Так что я отрываюсь до Нового года. И с января я беру себя в руки. Я, кстати, хочу с января записаться все-таки в тренажерный зал, купить абонемент и попробовать начать заниматься спортом. У нас недалеко, буквально в трех остановках, есть спортклуб. Как он называется? Тренажерный зал, да, по-другому. И какая-то известная, кстати, сеть по Германии. Я хочу начать ходить. Я, наверное, с января пойду. У меня прям, знаете, столько сейчас желания, что вот я надеюсь, что оно не пропадет до января. Потому что я вам говорила, что я и правильно питаюсь. И у меня интервальное питание. Там до шести часов я стараюсь есть. Потом ничего в рот не брать. С шести вечера вообще не крошечки, только в воду и так далее. Но качество тела, да, вот животик. Вроде бы я худею, он как бы становится плоским, но нету мышц, да. То есть чуть-чуть стоит мне опять покушать хорошо, опять округляется живот. Хочется мышцы. Опять-таки, что касается попы, конечно, да. Вот мои проблемные зоны, как они называются, галифеи, вот ненавистные мною, да. То есть нужны мышцы, каркас. Поэтому вроде бы я худею, вроде бы я стройная, но я чувствую, что качества тела, мышц мне не хватает. Так что у меня в планах с января заняться собой, а пока можно баловаться всякими вкусняшками. А когда еще? Вот у меня, наверное, организм ждет, знаете, девчонки. Такой, Аня, Новый год наступает. Я сама себе позволяю психологически, и организм мой уже знает, что в Новый год, ну, к Новому году зимой я отъедаюсь. Мне кажется, он целый год этого ждет. А потом я уже держу себя в руках, и вообще вот такие вот вещи не ем. Ладно. Я знаете, о чем подумала? Я хочу, так как в декабре я планирую снимать побольше, я хочу в декабре сделать такую рубрику «Вопрос-ответ». Раньше я снимала отдельные видео, вы мне задавали вопросы, и я прям садилась перед камерой на 40 минут, там, на 30 минут, и отвечала, «Мне кажется, что это скучно». Вот напишите, нравится ли вам такой формат видео. Мне кажется, что классно было бы, если бы я во влоге просто вставляла какие-то фрагменты. Как вы считаете? Так что давайте, если у вас есть какие-то вопросы любого характера, пишите, я вам буду отвечать в следующих видео. По чуть-чуть, там, я не знаю, на 5, на 10 минут я буду вставлять такие фрагменты за чашечкой чая, буду с вами беседовать. Кому интересно что-то, пишите в комментариях. Посмотрите на зефирку. У неё тихий час. Ну что это за милота? Вот так она у нас спит. Обычно на этих стульях. Такая милота. Кстати, мне сказали, что кошек нельзя будить, если они спят. Нельзя их гладить, трогать. Вот. Отдыхает ребёнок. Бегу за детьми. Я уже, получается, всю неделю хожу в пуховике, потому что реально прохладно. Просьба минус, минус 2 где-то всего, но для меня это холодно. Я очень мерзлявая, поэтому так уютненько за детьми спокойно сейчас пешочком прогуляю. Забрала детей. Так хорошо у нас сегодня солнышко. Вон, пересорились оба. У них такая, знаете, у нас какая ситуация возникает? Каждый день, когда я их забираю, Алина пытается рассказать свои новости, Марк пытается рассказать. Они не могут договориться, кто мне первый расскажет. Ссорятся, обижаются. И, короче, я не знаю, девчонки, у кого там трое, четверо, пятеро детей, как вы можете каждому ребёнку дать столько внимания? Это просто кошмар. И вот они обиделись, что Марк сначала говорил, Алина хотела первое рассказать. Марк очень долго рассказывал, Алина не могла ждать. Они начали друг друга перебивать. У нас каждый день вот эта ситуация. Мария, это не будет, мне не нравится. Ну что, мы пришли в Коуфланд. Вот новогодние всякие пряники. В туалет их не брала. И не хочется. Вот они. Пряничные домики, которые потом раскупят. Надо срочно брать. А, он только один. Мы его два года назад брали. Вот. Ну что, будем его брать? Он был самый красивый. Тут в наборе идут мармеладки, вот эти, глазурь, посыпка. И возьмём потом, у нас в нету появится паровоз пряничный. Тут есть мармеладка прямо внутри. Внутри, да. А это? Это всё, да, будем украшать. Берём? Кому интересно, 7 евро. Это 700 рублей. Тоже в наборе. В общем, берём пряничный домик, он классный. И потом возьмём ещё пряничный поезд. Я её тут не вижу в продаже. А, я очень любила раньше вот эти липкухины. Давно их не беру. Очень сладкие они, я устала от них. Так, а это с чем? Такой не пробовала. Я думаю, что я маме куплю. Так, а до какого они срок годности? До апреля. Мне надо будет маме купить. Она приезжает к нам в конце января. Их уже не будут продавать в январе. Так что мне надо обязательно будет закупиться, чтобы мама всё это попробовала в январе, в конце. Это только бывает с осени до января, все эти сладости. Я вам говорила про вот эти чипсы. Я думала, что они немецкие. Взяла, взяла. Но мне девчонка написала, что это латвийские, оказывается, чипсы. Мы вот эти пробовали. Я взяла ещё вот эти попробовать. Ну, хочешь, купи. Латвийские. Вы представляете, у нас появились во всех магазинах они. Алинка полюбила у меня сыр. Вот видите, сколько тут видов. Ей нравится вот этот. Марк, а ты возьми улиток, Марк. Я вот, кстати, улитки люблю. Вон те голоденькие. Это такая моцарелла. Немецкая квашеная капуста с яблоком. Но она, конечно, совсем другая. Она на русскую не похожа. Она такая мягкая и кислая. Я смотрю, к Рождеству всяких уток, индеек стали продавать. Но я не умею их готовить. Представляете, вот такую громилу в духовке запечь, чтобы она идеально приготовилась, чтобы она была сочная. Я даже рисковать не буду, такую громилу. И тем более у нас семья небольшая. Вот куда нам такая громадная? Нам маленькую курочку достаточно. Она и готовится быстро. И вкусно. Я сейчас смотрю, вот такой дешевый корм в магазине. Состав. Я начала изучать составы. Вы представляете, мясо. 25% мяса. 25%! Поэтому и ценник такой. Я беру вот такие консервы. Они минимум евро за пачку стоят. Там 90% мяса. Да. Ты представляешь, Алина? Я не знаю, что тут добавляют. Вот, например, еще 10% мяса. Я просто в шоке. Это просто... Я не знаю, что там тогда. Вот подороже немножко. Подожди. Что тут в составе? 14% мяса. 4. 18% мяса. Это кошмар. Из чего вообще делают? Что? Представляешь? Но это я не знаю, что за добавки там. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, о чем ты. Консервы из чего делают? Из мяса. Из мяса. Тут всего лишь 5-5. А вот тут вообще 10%. Ну, это нормально. Алина, должно быть 100% мяса. Нет, я не понимаю. Реально. Кошмар какой. А вот, подожди, подороже. Есть фирмы? Вот это вот. А, вот гарни я брала. Я их взяла. Тоже много разных упаковок. Вот тут, кстати, хороший состав. Тут 63% мяса. Минеральные всякие эти добавки, витамины. Рапсовое масло, рыбы и еще какое-то масло. Ну, тоже. Алина, это хороший состав. Но, которые в такой... А, вот еще какие-то. Это прям дорогие за евро 50. А тут что за состав? 70% и бульон 27. 97% мяса. Вот хорошая фирма. У меня есть. Я уже много заказала. А вот это гурме, это просто кошмар. Что за составы? Тут сахар добавлен. Вот эта фирма хорошая. Как она читается? Я не знаю. Карни, гарни. Вискос. Я даже боюсь смотреть, что там за состав. В общем, показываю вам, что мы купили. Я уже попробовала вот эти чипсы. Какие же они вкусные. Купила изюм в шоколаде. Вот этот сыр. Марку буду улитки класть. Алина, вот эти. Она любит в лайфбоксе. Попробуй. Саша взяла вот эти мармеладки. Нам к чаю взяла. Сейчас откроем, посмотрим. Я уже жарю там курочку. Вот так они выглядят. Ну, аппетитно. Сейчас проверим. Ну, это зефир в глазурь и в кокосе. Вот интересно, насколько вкусный. Ну, и вот этот домик я пока уберу. Я думаю, на каникулах будем заниматься. И еще я паровоз хочу купить. Так что у нас будет два. И взяли вот такие печенья новогодние. Рождественские, точнее. На фотографии они такого цвета в жизни, а не под цвет специи. Они такие ароматные. Я не знаю, на мускатный орех, корица, гвоздику обычно добавляют. С чайком очень вкусно зимой. Ммм, милая. Я заклеила на клееку, смотрите, как слабо. Угу, красиво. Говори мне это... Попробуй чипсинку. Вкусно. В общем, эти чипсы по вкусу напоминают приглас. Картофельная мука, специи. Вот эти конкретно со сметаной. Сколдай. Вкусные, да? Со сметаной и луком. Классные. Садимся обедать. Алина уже ест. У нее рис с курицей. И рис я поливаю сливками. Девчонки, если ваши дети плохо едят крупы, поливайте обильно жирными сливками. Очень вкусно. Ну, как такой, знаете, соус сливочный получается. Марк сказал, рис не хочет, поэтому я ему просто курицу порезала. А у меня остался соус. Я тут на днях делала. Помните, показывала вам овощи с карри в кокосовом молоке, в кокосовых сливках. Просто на рис полила и два кусочка мяса. Так что у меня такой обед. Дети у меня, конечно, такие ароматные соусы не едят. Он немножко островатый даже. Так что приятного нам аппетита. Буся? Вон Саша кормит. Он ее буси называет. Бусинка кушает, смотрите. Ты кошку любишь больше, чем меня? Конечно. А что, не нравится? Ну иди кушай. Ей не нравится, когда ты снимаешь, когда кушают? Ну как, вкусненько. А это с чем? С бусиной. Нет, это с чем ты купишь консервы? С телятиной? Да. И паяц. Восемнадцать. Три на три? Девять. Пять на девять? Сорок пять. Восемь на пять? Сорок. Два на четыре? Восемь. Четыре на девять? Тридцать пять. То есть, тридцать шесть? Угу. Восемь на три? Писать. Это легко было. Два на четыре. Как позанималась с учителем? Круто. Покажи мне свой язык. Химозище. Посмотрите, вот это химозище. У меня слезятся глаза, потому что вот это вообще кислое. Ужас. И как ты считаешь, нормально вот такое есть? Да. Ты представляешь, у тебя все внутри, весь желудок сейчас такого синего цвета. Кошмарок. Представляете, чем детей кормят? Минуточку. Все, Алина, это последний раз, когда я вам купила эту штуку. Надеюсь. Не хочу. Уговорили меня, умоляли, пришлось купить. Еще последний раз. У меня есть бабки. Нет, я тебе не разрешаю больше такое покупать. Это просто ужас. Я моей подружками поеду и химия. Ужас. Ну что, все, собираемся на санк откататься. Алинка позвала свою подружку, она с нами. А что, еще снег был, что ли, замело немножко? В темноте. Завтра мы до вечера, считай, в русской школе тоже не выберемся никуда. Если только воскресенье. Вон слева там горочка одна есть. Ну, хоть одна горка. У нас тут вообще в округе нет. Вон там слева горка. Небольшая. Давай их с бынтой вместе вдвоем покатать, Сань. Алин, вы садитесь? Он один? Марк, сейчас. Я одену перчатку. Нет, нет, подожди. О, елку кто-то поставил на балконе у кого-то. Нет. На ту большую горку, которая там на трамвае еркает. А, ну это в парк надо. Там горка очень. Сколько метров? Ну, километр, наверное. Да, она очень большая. Саша хоть из дома вышел. Вытащили. Пошли на каток завтра с 7 до 9. Или с 4 до 6. Надо заранее покупать, а то там все разберут. Завтра суббота. Я уже думала, я смерть. А я и говорю. Это нереально. Все, собираемся домой. Минут 40, наверное, покатались. Все, уходим, Маркуш. Пойдем. Ну, давай, вези меня. Аккуратно. Малыш, Сашка. Я же сказала. Аккуратно. Я с камерой. Ура. Я вспоминаю детство. Ноги не помещаются на садке. Ноги не помещаются на садке. Мне неудобно. Классно. Я боюсь. Все, хватит. Все, бынта ушла. Мы едем домой. Классно покатались. Это все, что ты запомнила из песни? Нет. Папа любит, Алин, так. Ну, что? Покажи мне свои щеки. Вся розовая. Побежали. Я не буду. Она обиделась на тебя. Вон, и что? Папа шутит. Ну, и что? С ней шутить нельзя. Ну, что? Делаем уроки для русской школы. У нас, как всегда, в ночи, перед субботой. Потому что в будни мы делаем уроки для немецкой. Ну, в основном, это чтение. А потом календарь. Да, утром Календарь и Марк уже мечтает, чтобы утром быстрее. Началось. Давай, первое декабря пиши. Первое. Первое декабря. С маленькой буквы. Мама, пиши. Посмотрите, мы с Алинкой в свитерах. В теплых. Да, правильно. В свитерах теплых. Марк у нас горячий мужчина. Где? Кипяток просто. Мне всегда прохладно. Особенно у нас здесь зимой. Я вам, кстати, про отопление попозже расскажу. Надо отдельный. Первое декабря. Выделить фрагмент. Минут 10, наверное. Ну, ладно, на 5 минут я вам расскажу. Первое декабря. Домашнее. Очень многие спрашивают, что у нас по отоплению, сколько это стоит. Первое декабря. Домашняя работа. Да, Алин, как будто не знаешь. У Марка, конечно, очень большие сложности с письмом. Он же левша. У нас ему очень тяжело дается. Вот так. Но тут ты почему-то вниз уехал здесь. Давай, смотри, пожалуйста. Нет, так нельзя. Это не качественная работа. Вот тут. Это что вообще такое? Вот это что? Ну, вот тут. Вот видите, тоже уехал вниз. Вот так уезжает. Очень сложно. Я надеюсь, что со временем нормально научится писать. Но пока что. Пишет с такой же рукой. Криво, косо, все. Мама тоже пишет с такой рукой. Как он пишет? Красиво, Матас? Матас. Ну, у вас в классе мальчик, да? Все. Все. Он нормально. На-на-на-на-на. И еще раз. Вот здесь. Ну и все. Сам сможешь написать вот это? На-на-на. Вот здесь. Мама. Домашняя работа. Пиши. Упражнения. Все, ладно. Заканчиваю на сегодня влог. Будем делать домашний. Будем готовиться уже ко сну. Завтра я планирую дальше продолжать съемку. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Ставьте лайки. Жду вашу обратную связь. А завтра в отмен карандаре будет игрушка или... Я не знаю. Посмотрим. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok